В рамках празднования 80-й годовщины освобождения Чергеска сегодня произвели запуск часов отчета обратного времени до Дня Победы. На торжественном мероприятии всем собравшимся напомнили о тех днях, когда именно здесь советские войска водрузили на здание нынешнего главпочтамта Знамя Победы и о том, как проходили бои с немецко-фашистскими захватчиками. Подробнее расскажет Альхан Лепшоков. Под звуки старинного марша на улицу Первомайскую внесли Знамя Победы, как и 80 лет назад, когда было объявлено об освобождении Чергеска от немецко-фашистских захватчиков. В ходе мероприятия собравшиеся минутой молчания вспомнили те, кто ценой собственной жизни даровал нам мирное небо над головой. Депутат городской дома республиканской столицы Игорь Михайлов напомнил собравшимся о том, как 875-й полк майора Орехова двигался к площади Кирова, захватывая пленных и вооружение оккупантов. А после они и вышли на Первомайскую улицу к почтамту, охраняемому полуротой немецких солдат. «Самое главное, что в этот день, ровно 80 лет назад, была страшная непогода. По рассказам ветеранов, стариков, таких морозов, по-настоящему крещенских морозов, не было в Черкесске целое десятилетие. Температура опускалась до минус 25-30 градусов. Был буран. Страшная непогода была. Но, несмотря на это, наши штурмовые отряды, наших гвардейских полков, вот в этот день, ровно 80 лет назад, заняли Черкесск». Руководитель объединения штаб-паста номер один Ибрагим Иркенов отметил, что они с воспитанниками Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» совершают марш-бросок по дороге победителей. Он также подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют нам вспомнить героический подвиг наших предков. «Как на самом деле было тяжело бойцам Красной Армии, в Стужу, в Юга, в Метель, и они все равно пошли освобождать наш город. Не жалея жизни, не жалея здоровья. Просто надо было... Они хотели как можно быстрее освободить нашу землю от нечисти этой. И наша с вами задача никогда не забывать их подвиг». И вот в рамках празднования 80-летия освобождения Черкеска запустили часы от счета обратного времени до 78-й годовщины Дня Победы. В свою очередь воспитанник Центра «Авангард» Азамат Конов отметил, что молодое поколение всегда будет помнить героический подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. «Навечно останутся в наших сердцах имена героев, которые пожертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего. Никогда не забудем и тех, кто, не жалея своих сил и здоровья, рисковал ради нас жизнью. Мы благодарны вам за эту победу». А в завершении мероприятия учащиеся школы Черкесской вспомнили песни военных лет. «Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия». «Алихан Лепшоков, Али Харилов, Германия».